Сотрудники историко-краеведческого музея Десногорска провели цикл уроков мужества для учащихся школ. В этом году исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны. Эта война была незаслуженно забыта в нашей истории. Уроки мужества были рассчитаны на старшие классы. На них мы вспоминаем забытых героев этой войны. Рассказывая о Первой мировой войне и ее героях, сотрудники музея надеялись научить подрастающее поколение уважать тех, кто защищал Родину. Первая мировая война стала событием огромного значения в истории 20-го столетия. По своим масштабам и последствиям она не имела равных во всей предыдущей истории. Война началась в августе 1914 года. Продлилась она 4 года, 3 месяца и 10 дней, а закончилась 11 ноября в 1918 году. Эта война втянула в свою орбиту 38 государств. Военные действия стали разворачиваться на сухопутных и морских театрах. В этой Первой мировой войне появились новые виды оружия. Расширился парк самолетов, стали появляться аэропланы. Поначалу, встречаясь в воздухе, они даже здоровались друг с другом, размахивая крыльями. Но позже стали выполнять уже боевые задачи, стали скидывать бомбы на своих противников. Также на полях стали появляться первые танки, появились подводные лодки, а Германия впервые использовала химическое оружие хлор, после чего это химическое оружие стало применяться во Второй мировой войне. Не остались равнодушными гости музея к рассказу экскурсовода об участии в Первой мировой войне женщин. Они самым активным образом занимались благотворительной помощью. Эти и другие факты о героях Первой мировой войны ребята увидели и в хронологическом фильме «Забытая война». После просмотра фильма были зажжены свечи и объявлена минута молчания по умершим воинам. В настоящее время в России при активной поддержке руководства страны развернулось общественное движение за восстановление и увековечивание исторической памяти о мужестве и самопожертвовании тех, кто участвовал и отдал жизнь за Отечество в этой войне. В этом году, 1 августа, в Москве на Поклонной горе состоялось открытие монумента героям Первой мировой войны. 26 сентября около трёх часов ночи на автотрассе Москва-Минск для проверки документов была остановлена грузовая машина с регистрационными знаками Волгоградской области. В ходе проверки выяснилось, что накладные на перевозимый груз не в порядке. Досмотрев содержимое кузова, инспекторы обнаружили, что вместо указанного в документах груза машина перевозит алкогольную продукцию. Всего полицейскими было изъято 450 коробок с водкой различных марок общим весом 4,5 тонны. Проведённое экспертное исследование показало, что акцизные марки на бутылках являются поддельными. В настоящее время по факту произошедшего проводятся дополнительные проверки. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, в том числе уголовной. 29 сентября в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Смоленской области в торжественной обстановке была открыта лаборатория ДНК-анализа. Красную ленточку в честь её открытия перерезали начальник областного УМВД генерал-майор полиции Михаил Скоков и начальник ЭКЦ полковник полиции Дмитрий Афанасьев. Далее состоялась небольшая экскурсия по лаборатории для представителей средств массовой информации. Начальник УМВД генерал-майор полиции Михаил Скоков назвал открытие лаборатории ДНК-анализа знаковым событием для Смоленщины. Новая лаборатория – это уникальное оборудование, принципиально новые исследования, действительно резкий скачок вперёд в раскрытии преступлений. Открытие планировалось к концу этого года, однако в УМВД приложили максимум усилий, чтобы приурочить открытие лаборатории ко дню города и подарить её области в качестве подарка к этому значимому для смолян празднику. В настоящее время в системе МВД России ДНК-лаборатории созданы в 49 регионах страны. В соседних со Смоленщиной областях они отсутствуют. Ранее при назначении экспертиз по исследованию ДНК возникали определённые сложности с доставкой материалов в Москву либо Тулу. На это тратилось много времени, приходилось по несколько месяцев ждать очереди. Отныне необходимые ДНК-исследования будут проводиться в ЭКЦ УМВД. На создание лаборатории с федерального бюджета было выделено 36 миллионов рублей. Увеличен штат подразделения. Помещение оснащено суперсовременным оборудованием. Эксперты-биологи прошли обучение. Для обучения личного состава органов внутренних дел разработаны инструкции по изъятию следов с места происшествия и направлению их на исследование. Исследования в лаборатории будут проводиться только в рамках уголовных дел. С 2006 года в ЭКЦ УМВД функционировала биологическая лаборатория. Все эксперты-биологи имеют необходимые в работе допуски на право самостоятельного производства экспертиз по исследованию групповых антигенов тканей и выделений человека, волос человека и животных. Однако традиционные исследования биообъектов не дают, как того часто требует специфика уголовных дел, категорические выводы о принадлежности изъятых следов конкретному человеку. В то время как ДНК-исследования позволяют со стопроцентной вероятностью идентифицировать человека, что так необходимо при раскрытии и расследовании преступлений. В присутствии журналистов начальник ЭКЦ УМВД полковник полиции Дмитрий Афанасьев поставил свою подпись под первым заключением об исследовании, которое было выполнено на новом оборудовании. Редактор субтитров А.Семкин